Непригодная питьевая вода в вагонах была обнаружена еще летом этого года. Согласно выводам специалистов, на это повлияла сильная жара. Проведи вовремя в поездах дезинфекцию, этого можно было бы избежать. Однако дело дошло до того, что вода содержала бактерии, вызывающие сильное отравление, в том числе дизентерию. В ходе этих проверок нами было установлено, что в питьевой воде были обнаружены бактерии, которые в норме не должны присутствовать. Причиной этого явилась некачественная промывка и дезинфекция систем водоснабжения пассажирских вагонов. По выявленным этим нарушениям, нами были выданы постановления на промывку, дезинфекцию систем водоснабжения пассажирских вагонов. В итоге специалисты постановили приостановить эксплуатацию 83 вагонов. Больше всего их было выявлено в поездах алматинского направления, в том числе в так называемых китайских. Однако региональный филиал по пассажирским перевозкам Батыс не стал спешить с исполнением предписаний санитарных врачей. В итоге дело дошло до суда и затянулось почти на полгода. Однако Фемида в конечном итоге приняла сторону СЭН. Ответчиком, то есть в данном случае являются пассажирские перевозки, были поданы апелляционные жалобы и касационные жалобы в Октябрьский областной суд. На прошлой неделе нами было принято участие в касационной судебной коллегии и решение специализированного межрайонного экономического суда было оставлено в полном объеме удовлетворенные наши требования и касационная жалоба была отказана в касационной жалобе. Примечательно, что по словам санитарных врачей, все это время вагоны курсировали. Теперь им предстоит сделать остановку на некоторое время. Их выход в рейс теперь будет зависеть от очередных исследований проб воды. Специалистам для этого необходимо провести два анализа. В случае, если исследование не выявит опасных примесей в воде, то вагоны вновь выпустят на линию. Акмарал Маякузов, Александр Людиновский. Программа «Факт».